ребята те кто будет смотреть данное видео запись данного вебинара на ю тубе всем привет в двух словах расскажу о проекте на котором мы зарабатываем это проект на смарт-контракте это такой тренд 2020 года это именно безрисковый почему мы выбрали для нашей команды заработок для заработка именно этот проект потому что это первую очередь безрисковый проект где нет никаких админов все деньги сразу с кошелька на кошелек залетает вам как бы нету админа который там держит эту всю кашу кашу кассу и в любой момент может закрыть проект поэтому как бы мы его выбирали ну и плюс здесь очень интересный маркетинг маркетинге мы уже много рассказывали можете смотреть там другие видео на канале там плюс чате мы вам там расскажем сегодня будет второе занятие по нашему марафону трон челлендж где мы рассказываем именно о том как привлекать даже не привлекать людей а делать так чтобы люди сами приходили вашу команду и вы зарабатывали вместе с ними вам не нужно как по старым там заветом млм ходить сапс память какие-то лички там писать там звонить друзьям вы просто создаете контент становитесь лидером мнений прокачиваете себя в соцсетях и люди сами вам пишут как бы посмотрите предыдущие мои видео там я показал там как с одного видео практически там три человека и сегодня еще да там марина зарегистрировала еще одного тоже дозрел человек как бы все заходят сами просятся то о чем мы как бы и все время говорим на наших марафонах и вообще это суть как бы нашего челленджа и нашей командной работы итак давайте открываем что у нас там и смотрим потому что были звук интересно кто-то отключается так останавливаем смотрим смотрите друзья ну вот как бы и как раз те вопросы основные но вот тех роликов которые я смотрел вот проблема в чем во первых вы молодцы то что сделали уже как бы это очень большое усилие надо ну как бы выйти из зоны комфорта этот страх преодолеть я вообще как бы очень горжусь теми людьми которые уже сделали вы молодцы вы красавцы красавицы умницы и умники но реально вы как бы сделали очень серьезную работу проделали первую очередь со своими страхами это ну дорогого стоит теперь смотрите основном основная проблема как бы и большинства этих роликов ну не знаю как правда выключить звук здесь в этом ролике ну ладно тогда попробуем еще 1 2 в общем смотрите что я заметил все вы правильно делаете все круто единственно не читаемый у вас текст вот 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 смотрите вот как раз по моему это юли ролик прикольно кстати музычка с идея вообще крутая кто это чертенок поросенок котенок я не знаю подскажите друзья потом заднем фоне пляшущий это мышка а мышка за ну круто золотая мышка это вообще супер ну идея идея классно смотрите друзья единственное что вы видите как бы не читаемый текст и поэтому сразу покажу как бы они я сегодня уже показал как это сделать сейчас покажу как сделать так чтобы стал читаемый весь этот текст и не сливался на заднем фоне смотрите друзья по сути делается это очень просто так заходим я сейчас черновики открываю какой-нибудь и показываю как работать именно с текстом ну текст смотрите внизу слева нажимаем текст где две буквы а и здесь вы можете уже писать смотрите там привет переходи по ссылке под роликом и смотрите если вы так и оставите то скорее всего будет это сливаться смотрите чтобы сделать фон задней и читаемые буквы текст ну во первых возьмите например вы черным сделаете вот снизу вы видите эти кружочки кружочки вы видите да над этим текстом над редактором вот они кружочки эти нужно выбрать текст а теперь смотрите чуть выше слева вверху буква а в квадратике вот мы ее нажимаем и и есть тут несколько вариантов вот это обводочка белая черный фон вот такой полупрозрачный фон а теперь смотрите для того чтобы сделать фон выбираете вот вы выбрали а на белом фоне и внизу вы можете выбирать цвет фона вот сразу становится текст читаемый более и уже как бы будет намного интересней синий можете сделать красный как там чтобы привлечь все зависит цвет фона выбирайте от в зависимости от цвета ну задней картинки которая чтобы она она была читаемая белая то естественно самое такое как бы ну универсальное поэтому в основном белого берут белый фон дальше вы уже будете писать любой текст он будет очень хорошо читаем и вот по сути основная так сказать даже не ошибка ну та возможность о которой вы еще не знали и теперь я буду теперь вы уже будете спокойно это все как бы делать и без проблем текст будет читаем и далее там нажимаете готова и все текст уже читаем и дальше выкладывайте ну я выкладывать пока не буду как бы сегодня смотрите еще так во первых а еще еще ребята смотрите был вопрос где брать ссылку на свой ролик ну смотрите когда вы его выкладываете так интересно у меня тут без добрый день друзья привет братишки и сестренки так останавливаю смотрите справа в внизу вот самый нижный нижний так кругляшок там был с музыкой крутится и три точки над ним нажимаете сюда и и здесь нажимаете слева во втором ряде ряду точнее ряду ссылка написано вот вы скопировали и эту ссылку вы уже как бы распространяете дальше кидаете в чат там своим друзьям и все такое для там взаимопиара вот где берется эта ссылка так друзья давайте задавайте еще вопросы я уже забыл какой-то еще был вопрос у кого какие вопросы по тексту рассказал по ссылке рассказал какой еще может быть вопрос у вас олег у меня вопрос смотри мы во первых по хэштегам если есть возможность прописать прямо по хэштеге в чате марафоне самые известные да чтобы мы могли копировать и вставлять это первое второе вот тут ты пишешь например перейти в telegram да вот у тебя уже сразу над хэштегами идет вот а я пишу в камен комментариях ну да правильно ну лучше и так то и так и так продублировать ну самое читаемое то естественно на видео как бы на самом ролике текстом написать и можно продублировать про прямо сразу комментарии свой первый нажимаете вот он комментарии написать и здесь сразу пишите свой комментарий перейти туда-то туда-то все по хэштегам смотрите ребята и прописать их не проблема но ну 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 как бы если у всех будут одинаковые хэштеги это не будет очень хорошо это могут воспринять как бы за там спам за какую-то накрутку когда одинаковые хэштеги тем более во всех видео ваших ну как бы это не очень красиво смотрится ну могут лишний раз обратить внимание модераторы и это нам как бы ну не надо потому что они могут посчитать что это делает автомат какой-то бот берет эти ролики просто скидывает и прописывает одни и те же хэштеги проект ну тут по сути ничего сложного нету друзья как бы ну опять же берите смотрите я еще раз повторюсь покажу как этих хэштеги писать смотрите там нажимаете вот хэштеги и пишите вам же интересно там какие там заработок и смотрите вот вам приплюну выпадающие подсказки берете и если вы первый раз брали там заработок в интернете следующий раз берите там не знаю как ну опять же заработок пишем заработок берите сберите заработок дома напишите напишите там 3 ну 5 максимум хэштегов и желательно чтобы к под каждым роликом они были разные вот и все они могут пересекаться но не надо делать одни и те же то если вы будете просто копировать их да ну как бы это не очень красиво будет смотреться со стороны в том плане что посчитает что вы просто бот и как бы на автомате все это делаете еще какие вопросы пришло время изменить себя друзья это знак вы готовы изменить себя да мы готовы а ю рэдди так ребята ну марина ты ты готова изменить марина там нашла интересный способ как бы сделать ролик прикольным там маска какая-то накладывается да я как я понял давай зайдем ко мне на я тебя буду вести зайди на мой давайте лучше права дам как бы это будет а у меня же будет телефон я же тебе говорю давай не переживай найди мой я тик ток запись идет да идет блин назад вернись назад куда я назад вернусь назад а вот стрелочка выйти из редактора и входящие так у тебя как у тебя называется до антонио марина стоп 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 вот вот смотрим этот ролик ребята поставь стоп поставь стоп стоп смотри я не нашла сегодня вообще не нашла марина да давайте нужно вернуться назад на мой именно аккаунт вот где на начало там стоит плюсик ну у меня ты же понимаешь это к тебе надо зайти как бы в аккаунт давай я тебе дам права и ты зайдешь нормально я же не зайду в твой аккаунт жалко а мне надо справа права так сделал тебя ну у тебя вот смотри по 200 уже просмотров раньше он 20 было там видно мой экран да ребят да я с телефона поэтому так сейчас видно видно так я у акимовой где мой так вот смотрите вот мы у меня да вот внизу вы видите плюсик видно всем по центру вот вы нажимаете на него и вот с левой стороны написано у меня на итальянском написано то есть у вас будет на русском написано вот вы нажимаете и выбираете вот это любое там что вам нравится вот эта девочка как раз вот посрединке она видите я выделила ее красным да видно ну а дальше вы просто себя снимаете и там будет лицо выходить ну то есть вместо вашего лица будет наложена вот эта вот марка вот эта девочка а дальше вы двигаете приоткрываете рот в общем ну поставите на запись то есть здесь посмотрите в этих эффектах много всяких прикольных таких приколюшек как бы креативных лица там да и понятно можно вот просто еще смотрите на на дуэт можно сделать дуэт так как я делала с Олегом для этого что мы делаем смотрите заходим на мой ролик допустим сделаем вот с этим роликом да вот здесь есть три точки нажимаем на три точки и есть вот самая нижняя строка написано ну у меня написано дуэт и у вас наверное дуэт будет написан ну да третья слева да третья вот нажимаем дуэт вот идет подготовка вот и смотрите вот получается с правой стороны мой ролик с левой стороны ничего нет опять же набираем эффекты и ищем например вот ту собачку которую я оставила да вот сейчас мы ее найдем вот она динозаврик там есть он какой-то да ну вот собачку допустим и нажимаете на запись и пошла запись собачка собачка тут прыгает и дальше когда пройдет время сейчас секунду все вот время прошло и пошло можно текст наложить смотрите стикеры вот вот вы уже тут можете накладывать потом текст оно у вас как запишется текстом стрелочки смайлики все что хотите в общем чтобы вот как то так ну то есть это тоже один из способов продвижения роликов и вот как бы ну такого взаимопиара чем больше дуэтов снимается тем больше считается тоже как бы ну что ролик интересен и ну тоже даются как бы просмотры то есть смотрите даже если вам там вы не знаете что сделать или там вам лень вы берете кого-нибудь ролик из наших там друзей нашей команды и делаете дуэты и вы получаете просмотры и как бы все мы тоже продвигаем взаимопиар такой устраиваем так друзья с этим понятно все да что-то другое буду уже вам еще говорить я вот делала сегодня ролик у меня совершенно случайно получился на песке рисунок на стекле а как его сделать я вот я просто пробовала и случайно получилось а как его готовый ролик да вот такой эффект сделать чтобы он знаешь Олег я знаю где там же да 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 давайте еще раз тогда ты уже специалист по эффектам да покопалась так смотрите так вот опять же нажимаем на плюсик и вот здесь уже вот видите 60 секунд 15 секунд и МВ написано вот у меня нажимаем вот смотрите и тут готовые тут сверху написано а шаблоны готовые уже да готовые вот видите а вы тут смотрите вставляете просто фотки свои и оно подставляет шаблон да да там даже написано до скольки фотографий вот у меня идея была случайно я села сегодня да чеки можно сделать это типа сторис получается как в инстаграме да только готовые уже шаблоны ну круто тоже вот вариант я хочу сделать вот там есть один на 10 фотографий с регистрацию сделать а вообще круто да будет круто да вот такую идею я хотела сегодня реализовать ну вот секретики всем вам рассказала спасибо ну отлично поделилась так ребята ну да давайте ребята кого еще вопросы всем все понятно ну в принципе я думаю вам информация у нас Максим есть он тоже смышленый вот тоже смотрю быстро схватывает и даже сегодня ссылку помог Любови найти думаю что у него наверное тоже будет в скором будущем чем поделиться Максим ты здесь? не видно Максима а вот готовые ролики короткие всякие про вот этот проект таких нет да больше то что есть только да я не знаю тут проще мне кажется самому сделать это записать 15 секунд там там даже 10-8 секунд навел камеру на экран открыл pdf-ку эту да и все там даже можно ничего и голосом не говорить а просто написать потом текстом там вот там можно вообще по pdf-ке сделать кстати как бы по презентации вообще полностью сделать несколько роликов там по каждому там же расписано там преимущество проекта преимущество смарт-контракта там какие-то маркетинг там как там как бы как деньги там ну опять же регистрацию можно сделать ну то есть тут можно делать эти ролики там десятками вообще как бы все делается а вы мы не посмотрели тикток ваш тикток да я последние пять минут его успела сделать так сейчас будем смотреть это в чате ссылка марафона да 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 так пожалуйста отсините ну вот я же говорю случайно получилось у меня на этом на песчаном стекле песчаном ну отлично марина сделай организатором меня ты здесь нету все все сделала сейчас трансляцию поставлю просто не успела я хорошие кадры выбрать туда быстренько быстренько то что было у меня в гаверее туда закинула под этот рисунок да тут на самом деле не надо бояться как бы самое сложное это запустить самое сложное это первый шаг и не надо думать что мы сразу сделаем там прямо просто надо разобраться в этих эффектах как ими пользуются вот буквы бы другого цвета на самом деле ну круто да вообще единственное надо просто текст сделать вот как я показал на белом фоне а так все супер и текст можно чуть ниже опустить чтобы не пересекла вообще обалденно оригинально очень как бы скажите а их ролики можно удалять когда потому что вдруг что-то не понравится и удалить его или он как-то сохраняется там в галерее вот чтобы про для просмотра для на самом деле я понял вопрос как бы не советуют удалять просто как бы их просто ну не будут их смотреть да и все их же там не будут постоянно смотреть а как бы вроде читал я и там слышал что не очень любит тикток когда удаляет ролики вроде бы как опять же он считает это какие-то спамные аккаунты которые заливает перезаливает там постоянно что-то там делает с ними ну более естественно как бы поведение особо никто не удаляет ну снимает да и все надо вперед идти как бы совершенствоваться и самому может по приколу будет посмотреть потом какие ролики мы делали в самом начале посмеяться порадоваться нашему прогрессу такому я думаю это наоборот круто как бы мы же нормальные естественные люди обычные мы же не какие-то там вундеркинды которые рождаются и сразу все умеют это круто нормальный творческий процесс рост это вообще круто за этим наблюдать поэтому и популярен тот же тикток и вообще там все эти так сказать челленджи когда человек виден его рост с нуля там и до какого-то какой-то компетенции так называемой ну круто ребята давайте если еще есть вопросы задавайте если нет пойдем уже дальше делами заниматься у нас дел тут не в проворот как друзья нету вопросов больше мне всегда страшно когда никто не отвечает спасибо большое было все очень интересно понятно понятно пожалуйста ребята спасибо вопросов нет спасибо большое спасибо я начала делать и думаю нет мне не нравится убрала не надо ничего убирать не надо бояться можно там я не знаю до момента выкладывания можно его в черновик отправить если что-то не нравится если выложили дорадуйтесь это круто а черновикам опять достаешь можно редактировать да бесконечно можно редактировать если как бы это такой лайфхак можно там на улице где-то интересное что-то там даже снять без интернета открыть этот тикток камеру взять снять что-то а потом ну и оставить черновик а потом прийти дома с интернетом отредактировать и выложить то есть тут можно снимать все что угодно как бы очень круто залетает там животными домашние ролики а дальше уже там ну часть людей даже если не обязательно все снимать например по проекту по заработку там как бы ну с животными залетает прикольные какие-то там вообще по мотивации по саморазвитию и тогда часть людей все равно будет подписываться и не будут смотреть ваши другие ролики именно по заработку ну зато они еще будут видеть что вы как бы живой человек интересный у вас интересные так сказать хобби и вообще там вы живете интересно ну это больше как бы доверие опять же это то же самое утепление людей и легче заходит как бы другая информация когда они видят что вы там интересный человек его как бы ну с вами интересно тоже такие варианты потому что иногда бывает в тикток зайдешь и можешь часом часами зависнуть по ночам особенно да, да потому что интересно а вот сам снимать не получается не то что я просто ну как-то стесняешься что ли вот и не надо стесняться ну то есть надо стесняться надо не бояться стеснения надо вместе со стеснением рука об руку идти как бы спокойно привыкнете к стеснению к страху и как бы будете просто как часть своего сознания воспринимать your life которая вам не мешает а наоборот есть и есть Ну, есть у нас какие-то там, у нас же руки как бы есть, но когда мы ходим, они нам не особо как бы нужны, да, но мы же от них не избавляемся. Ну, и так тоже, и со страхами, и стеснением, это все круто, как бы, это нормальные человеческие эмоции, это часть человека, от этого не надо ни бежать никуда, наоборот, не бояться показывать. Сила как раз не в том, что мы там как бы не имеем слабости, а в том, что мы с этим, мы эти слабости используем и живем с ними, как бы, так сказать, идем к результату. Ребята, если есть вопросы, задавайте, если нет, давайте тогда заканчивать. Спасибо. Спасибо, Олег, спасибо, Мария. А можно вопрос? Да, можно, конечно. Олег, я у нас в чате в обучающем, когда-то, в самом начале, как только пришла еще с форсажем, да, я там листала, по-моему, я у нас в чате увидела, что если через какое-то приложение, есть такое приложение, когда ты его устанавливаешь и через него делаешь видео, то есть я, может, неправильно объясню, но ты поймешь, типа того, что если TikTok, видео берешь с TikTok, а потом как-то там под себя ставишь, то TikTok выкидывают самые популярные. Если видео, если видео берешь с TikTok, а типа пиаришь TikTok, там такое, а вот это приложение есть такое, которое переделывает твое видео, и TikTok его воспринимает, как будто это его видео, и попадаешь сразу в актуальные, то есть просматриваемые вот эти вот главные такие. Да, ну, как бы я, честно говоря, сомневаюсь, что такое есть. Вот если тут, наоборот, даже если скачиваешь из TikTok вот их видео и заливаешь себе, неизменив его, то очень часто, наоборот, такие видео как бы, ну, пессимизируются, потому что, ну, это плагиат называется, это как бы, ну, на YouTube тоже это очень быстро. Нет, знаешь, не, наверное, саму структуру, может, по такой структуре. А когда именно, напрямую, может, напрямую с TikTok, а можно с TikTok напрямую снимать, а не отдельное видео? Может, напрямую, когда ты с TikTok, типа, снимаешь и загружаешь, идет больше в актуальные видео, чем те, которые ты снимаешь по улице, потом загружаешь? Я про это рассказывал, в том смысле, если редактором встроенным вот этим, да, видео, как бы, плюсик, который нажимаешь и появляется. Да, если на это снимать, то, как бы, ну, больше оно рекомендовано. А если заливать видео просто, скачивать, как бы, через TikTok, то оно, как бы, не очень воспринимается. Но если через тот же вот видеолип, который я показывал, про программы эти, да, через них он воспринимает, как, ну, стойный. Любой видеоредактор, где есть вот импорт в TikTok, он воспринимает их, как бы, тоже, да, и проще им попадает, как бы, в эти, в рекомендованную. Да, это все верно. А ты кинешь нам ссылочку? Ссылочку на такой редактор? Кинешь, это надо установить его на компьютер, да, и все видео, получается, перегонять, переделывать на нем, да? Ну, да, да, да. На компьютере вообще я не знаю, как работать с TikTok. Я показывал для айфона, айпэда, видео-лип называется. А я вот сейчас качаю. Да? Прикольно. Ну, я качаю на компьютер TikTok, да, что-то у меня так долго грузится, прям минут 10-15 уже грузится. Ну, вот 92%, я ехаю в телефон и в компьютер. Прикольно, я не слышал даже на компьютер. Это программа или как, или вообще? Не знаю, буду, попробую. Смотри, чтобы ты что-нибудь там не скачала, такое, какой-нибудь там, пакость, вирус какой-нибудь. Ты же с официального сайта или как-то там, я не знаю. А то может кто-то там подкинул. Да, с официального. Да, ну тогда проще. Нет, TikTok, там приложение TikTok для ПК, Windows, то есть я выбрала все для себя, для Windows 10. Ну, будем, будем, я посмотрю, я не знаю, как бы. Не знаю, качаю. Ну, прикольно, расскажешь как раз опыт. Есть, да? Ну, есть, да, стоит, но там сообщение не напишешь, можешь сердечко только нажать. А так смотреть, конечно, можно. А, урезанное, короче, да, такое. Да, надо проверить. Зависает, что можно, конечно, на компьютере сидеть, смотреть. После того, чтобы телефон... Я, кстати, сейчас прямо покажу это приложение, как бы, где оно тут, я не знаю, как оно называется. Видеолип, по-моему, вот оно. Видно всем название? Видеолип. Да, я вчера скачала такое себе. Вот оно точно, как бы, есть там TikTok. На Android, я, честно говоря, не помню, какое, как оно называется. Ну, там можно тоже, наверное, набрать какой-нибудь видеоредактор TikTok, там, и оно выдаст проблемы, я думаю, там, с этим. Так что ссылку и ссылку, как бы, по названию просто наберите в этом, в любом, как бы, там. Олег, это редактировать в этом через... Прямо с TikTok надо, да, там редактировать? Нет, вот именно в нем можно, как бы, редактировать, вот, просто здесь, в самом приложении. И потом, вот, ну, вот я показывал, я на прошлом уроке, как бы, занятие там все четко показал, как все делать, и снимать на камеру внутреннее приложение TikTok, и как в редакторе, и потом нажимаете, вот, экспорт, и вот должно быть вверху TikTok. И тогда сразу оно залетает, и, как бы, оно так же воспринимает, как будто... Ага, все, я поняла. Вот это я не смогла вчера сделать. Ну, да, тут как бы... Спасибо. Все. Так, ну, все, время заканчивается, ребята, уже, как бы, давайте тогда закругляться. Хорошего вечера, спасибо. Благодарю и вам, хорошего вечера.